Привет, это Тостер и у нас, как всегда, много интересного о домашней технике. Ну, потому что у нас реальные обзоры и тесты. И в этом видео обзор новинки одного из умных телевизоров Сбер с российской операционной системой Салют ТВ. Посмотрим, что это такое, как работает, выясним, какие возможности с этим продуктом, с умным телевизором Сбер, доступны для пользователей. В общем, узнаем все подробности. Итак, сейчас в продаже появились две новых модели телевизоров Сбер. Диагональю 32 и 43 дюйма. Это, соответственно, 81 и 109 сантиметров. У модели большие диагонали, разрешение Full HD, контрастность 3500 к одному и яркость 250 кандалов на квадратный метр. А у Терека поменьше разрешения HD. Ну, вот в данном случае этого вполне достаточно для качественной картинки. Обе модели, они с хорошим углом обзора, 178 градусов. То есть, их удобно смотреть вот с разных ракурсов, видно все нормально, даже если вы не находитесь ровно напротив телевизора. И важно еще, что качественная картинка сохраняется, но даже в таких реально динамичных сценах, потому что время отклика пиксела от 6,5 до 8 миллисекунд. Ну, в зависимости от модели телевизора. Это хороший показатель. Плюс частота обновления изображения 60 Гц. Тоже на это работает. Есть все нужные порты для подключения внешних источников сигнала или аксессуаров. HDMI порты предусмотрены. USB порты есть, слот CI+, а также RCA и AV. В общем, полный набор. Плюс возможны, конечно, беспроводные подключения к телевизору через Wi-Fi и Bluetooth. Кроме, вот, собственно, технических характеристик, которые здесь, ну, вполне на современном таком уровне, важен же еще дизайн. Телевизор — это же во многом и предмет интерьера, а не только устройство вот с экраном. И тут мы видим, что телевизоры Сбер, они наследуют облику других умных устройств Сбер. Они сделаны в духе такого минимализма. Тут вот безрамочный дизайн. Смотрится все так лаконично и современно. Изображение, ну, оно как бы формируется в пространстве. Ничего не мешает фокусироваться на сюжете. Если не вешаете телевизор на стену, ну, вот как мы, то есть ножки, чтобы поставить его на тумбу или стол. Пишите в комментариях, как вам дизайн. Ну, это вот самое главное было непосредственно о телевизорах. Но мы с вами понимаем, что современный телевизор, он уже давно не для того, чтобы просто смотреть телеканалы. Чтобы относиться к современным, телевизор, ну, он должен быть своего рода таким центром домашних развлечений. И смотрим, как это реализовано в телевизорах Сбер. Телевизоры Сбер работают на обновленной, открытой российской операционной системе Салют ТВ. Хотя мы во многом привыкли к каким-то зарубежным решениям вот в этом плане в телевизорах. Я, вот изучив отечественную операционную систему Салют ТВ, ну, могу сказать, что это качественный такой современный уровень и немало преимуществ для пользователя. Отмечу сразу, что, например, нет проблем с распознаванием русской речи при голосовых командах. А еще важно, что так как операционная система российская, нет зависимости от каких-то, ну, решений зарубежных, которые, возможно, могли бы ограничить вот ее функциональность. И далее больше подробностей. Если говорить о телеканалах, то их здесь пользователю сразу доступно более сотни, вот бесплатно. Но есть и платные тарифы в приложениях провайдеров. А еще наше с вами любимое, конечно, онлайн-кинотеатры. Есть уже предустановленные или можно добавить другие из магазина приложений или установить в виде АПК-файла для Smart TV. АПК можно загружать через облако в личном кабинете Сбер. Они проходят проверку, кстати, антивирусом на совместимость с ТВ, чтобы вы, ну, не загрузили мобильное приложение, которое не будет отображаться корректно вот в телевизоре. В общем, море разного контента обеспечено. Но Салют ТВ это не только, собственно, ТВ или фильмы и сериалы из онлайн-кинотеатров. Во встроенном каталоге масса приложений и вот самых разных. Есть отдельно детский контент. Он собран в специальном разделе «Детская комната». Достаточно сказать «Салют, запусти детскую комнату». Вы в детской комнате. И вот мы уже там оказались. Также в приложении «Салют» можно включить детский режим, который блокирует взрослый контент и платежи. Ну, а вообще «Салют ТВ» позволяет и музыку послушать, в том числе через установленные приложения. Можно играть в игры. Есть встроенный браузер для серфинга по интернету. Заходите вот на любые сайты. Но, кстати, в специальном детском режиме браузер, он блокируется. С помощью этой открытой операционной системы можно даже заказать продукты, еду или заниматься спортом. Есть предустановленные приложения и для этого, например, FitStars. Плюс через телек можно управлять умным домом или делегировать какие-нибудь дела, давать задания виртуальному ассистенту. Кстати, их тут целое семейство. Сбер, Джой и Афина. И можно выбрать персонажа, который, ну, подходит по духу. Вот смотрите. Позови Сбер. Меня зовут Сбер. Очень приятно. Как провести выходные? Заниматься своими любимыми делами, на которые так не хватает времени в будние дни. Как вам идея? Ну, вот так вот, лаконично все, да, по-деловому здесь у Сбера. Давайте проверим, кто есть еще. Позови Афину. Здравствуйте. Афина приступила к работе. Какая погода завтра в Сочи? Завтра в Сочи от плюс 12 до плюс 15. Ребята, летим, летим. Ну, есть еще один ассистент, сейчас мы его позовем. Позови Джой. Привет. Джой в твоем распоряжении. Я вот, честно говоря, думал, что Джой это такое больше мужское имя, а нет, голос женский. Джой, где поесть пиццу? Сейчас мы выясним, где поесть пиццу. Пожалуйста, здесь с местоположением. Кстати, ближайшие она выдает варианты, да, так что круто. Ну вот, то есть смысл в том, что вы можете себе по мироощущению, по настроению выбрать ассистента. Я, честно говоря, вернулся бы к Афине. Ну и нужно понимать, что операционная система Салют ТВ, она развивается. Будут регулярные обновления, улучшения. Система будет становиться, ну, удобнее. И круг возможностей для пользователя будет расширяться. Важный вопрос – цена. Телевизоры, ну, хорошие, современные, дорого, наверное. Конечно, возможности у всех разные, но в случае с телевизорами Сбер, я могу все же сказать, они реально доступны широкому кругу пользователей. Вот модель поменьше, чем эта, 32 дюйма, обойдется на момент публикации видео в 12 490, а телевизор побольше, вот этот, 43 дюйма, 17 990. Ну, по мне, так очень хорошие цены за такие наполненные разными возможностями продукты. А вы что думаете? Напишите в комментариях. С учетом современных технических характеристик этих телевизоров, их лаконичного, ну, такого приятного дизайна, который, на мой взгляд, подойдет для разных интерьеров. И, конечно, с учетом очень широких возможностей операционной системы Салют ТВ, которая превращает телевизор Сбер реально в такие центры домашних развлечений и даже в помощников для всей семьи. А еще, с учетом, ну, совсем не космической стоимости, цены приятные, согласитесь, тостер точно рекомендует эти новые телевизоры Сбер. Соотношение цены, качества, функциональных возможностей тут, на мой взгляд, прекрасное. А вы свое мнение пишите в комментариях. Все нужные ссылки на телевизор Сбер внизу в описании видео. Этот тостер мы не делаем из домашней техники сенсации, мы просто рассказываем, как она реально работает. Делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал и до новых обзоров и тестов. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok